На территории студенческого городка Юргу ведутся работы по устранению последствий взрыва. Сейчас рабочие бригады заменяют окна в общежитии номер 11. Здание пострадало больше всего. Также проводятся работы по оценке поврежденного имущества и компенсационным выплатам. Решения по ликвидации последствий принимаются в оперативном штабе. В него входят заместители главы города, представители здравоохранения и жилищно-коммунальных служб. Сегодня мы уже практически на финишной прямой. Мы понимаем, какие меры мы должны предпринять, какие строительно-монтажные работы осуществить. На сегодняшний день практически все коммунальные истории закрыты. Есть электричество, вода, тепло во всех поврежденных домах. Здесь мы уже выходим на финишную прямую. Пострадавшие здания общежития 6, 7 и 11. Наиболее сильные повреждения в пяти квартирах. Они оказались ближе всего к эпицентру. Отметим, что работа над ликвидацией последствий началась практически сразу после взрыва. Тут же полностью была организована вся административно-хозяйственная часть. То есть по периметру всех зданий тут же моментально были запечатаны все окна, чтобы, во-первых, в жилых комнатах и в коридорах, чтобы не разморозить отопление. И, конечно, чтобы не замерзли наши жители. А сейчас ведутся работы на общежитии номер 11, идёт замена окон, потому что это больше всего там пострадали. Жители судгородка не остались в стороне. Студенты собирают стекло и помогают рабочим. Бригады находятся у пострадавших зданий до самого вечера. Благодаря такой оперативности большая часть жильцов уже вернулась в свои дома. Субтитры создавал DimaTorzok